Здравствуйте, друзья! Заранее прошу прощения за звук, который будет после этой дорожки. Торопился на эмоциях, ну вы там посмотрите, поймёте. Забыл включить, точнее переключиться на микрофон и записал всё на ноутбучный. Но, к сожалению, во-первых, не хочу перезаписывать, потому что там... Ну, я там вложился, я там выложил себя, и смотрите, как есть. Да, звук не очень, ну ничего страшного, я думаю, 15 минут потерпите. Ну и, во-вторых, я не хочу лишать того человека возможности получить лицензию того человека, который её получит. Реальный человек. Сегодня его день, сегодня его случай, и перезаписывать, переигрывать это я не имею этого права, моей совести на это не хватает. Да, я там дальше в видео буду говорить про посредственность, и в этом моя посредственность, да, я её осознаю. Ну, есть человеческий фактор, забыл перепроверить, что микрофон нужно переключить. Хотя, подключал микрофон раньше, чем запускал программу, в которой я это всё дело записываю, и, по идее, всё должно было подхватиться. Ну, вот, вот так это случилось. В общем, смотрим, строго не судите за звук. Поехали. Приветствую, друзья, вы на канале WP Lovers, и это второй дубль нашего розыгрыша. Заранее прошу прощения за посторонние шумы, у меня тут каток под окнами ездит. Ну, тоже люди работают, несмотря на то, что сегодня воскресенье, всё равно они что-то делают, и мне нужно записать это видео. Весь вчерашний день, точнее, его остаток, и ночью я плохо спал из-за того, что я разыграл лицензию Elementor Pro. На мой взгляд, ну, теперь я это, как бы, понял, принял такое решение, что не совсем справедливо. Вокруг этого образовался такой, я не скажу, что прям большой бугурт, но по масштабам моего влога скромного, да, можно сказать, что большой. Появилось два лагеря. Первый топит за то, что я должен поступать в соответствии с генератором случайных чисел, то есть на кого выпало, тому и отдать. Второй лагерь топит за то, что мне нужно отдать тем, у кого действительно страница соответствует и, в принципе, соответствует озвученным требованиям. Я, на самом деле, изначально еще на той записи, на предыдущей, был за ту же позицию. То есть за то, чтобы отдавать только тем, у которых нормальные страницы, живые страницы с реальными фотографиями, с реальными какими-то постами, или с хотя бы перепостами, или хотя бы с какими-то редкими своими постами. У меня вот вопрос возникает к тому, к первому лагерю. Почему я должен отдать лицензию стоимостью 50 долларов, да хоть один доллар даже? Почему я должен хоть один доллар отдать посредственности? Ответьте мне на такой вопрос. Почему этот человек, не вложив ни толики своих усилий, почему человек, который даже не удосужился проверить правильность ссылки на репост, да, он разместил, вот тот, которому я все-таки присудил это дело, он разместил ссылку на левый репост. Почему с таким посредственным отношением я должен что-то отдавать? Я сам живу по такому принципу, что я стараюсь быть лучше. Я стараюсь сам в себе искоренять посредственность. И все мои проекты будут работать по такому же принципу. Я буду искоренять из них посредственностей. Если мне посредственность говорит, как мне жить, я не слушаю эту посредственность. Потому что, скорее всего, это действительно посредственность. И жить по ее правилам я не собираюсь. Поэтому, если вас бомбит, и если вы говорите, а что, если человек не может, не хочет выкладывать свои фотографии? Гейм-овер, не надо участвовать в розыгрыше. А что, если бы человека нет своей страницы? Не надо участвовать в розыгрыше. А что, если то? А что, если это? Ясно, понятно было сказано, и в условиях под видео было прописано, что страница должна быть реальной. Что такое реальная страница? Давайте посмотрим, что такое реальная страница. VK.com. Открываем. Если вы не понимаете, что такое реальная страница. Медленно что-то все работает. Посмотрим сейчас. Ничего ли у меня тут, закачек никаких нет. Что такое реальная страница? Вот она, реальная страница. Реальная фотография. Заполнены какие-то данные. Есть какие-то посты с личным каким-то мнением. Репостов у меня очень мало. Да, я пущу какие-то видео, которые мне понравились, но я сопровождаю их обычно комментариями. Вот это нормальная страница. Здесь есть личность. Здесь есть я. Здесь есть друзья, которые смогут увидеть этот репост. Понимаете, то, что вы посредственно относитесь мне, проекту, это не холодно, не жарко. Да мне в принципе-то не холодно, не жарко. У меня подписчиков сильно не прибавилось. Как было их определенное количество прироста в месяц, так и осталось. То есть вот было количество, ни на толику не выросло вообще. То есть по большому счету я это делаю ради повышения лояльности. Но тот бугурт, который вокруг этого образовался, разгребать все это мне вообще не хочется. И вот на данный момент, может быть, это решение на эмоциях принимается. Я еще подумаю, как это сделать. Но я не хочу проводить больше розыгрышей. Потому что я не хочу вот в этой мелочевке копаться, понимаете. Отвечать на эти комментарии, читать вот это вот, какую-то злобу. Потому что одного я типа там заблокировал вообще. Матом написал мне вообще неадекватчину какую-то. Мне оно надо, скажите, пожалуйста. Я лучше потрачу это время на запись видео. И я сейчас собираюсь, ну, так сложилось, так я выстроил свои дела, что будет больше видео на канале. Но мне вот эта демотивация, она мне ни к чему, она мне не нужна. Потому что, ну, действительно такое демотивирует, когда ты понимаешь, что человек относится к тому, что ты делаешь, ну, вот так. Почему я должен отдавать такому человеку лицензию, я не понимаю. Поэтому я переигрываю. Я думаю, вы понимаете мою мотивацию, почему я это переигрываю. Те трое людей, хороших людей с реальными анкетами, они уже получили свои лицензии. Да, уточню, потому что был вопрос. Может быть, я в первом видео об этом говорил, во втором не говорил, когда розыгрыш объявлял. Я не раздаю свои лицензии безлимитные. Я покупаю новые лицензии за свои деньги. Мне не дают разработчики этих лицензий. Я их покупаю за свои деньги. Я пытался договориться и с Elementor об этом, и с другими ребятами. Никто не дает лицензии на раздачу, на розыгрыши. Поэтому давайте будем относиться друг к другу хорошо, правильно. И если вы хотите что-то от меня получить, вложитесь, пожалуйста. В дальнейшем будут розыгрыши, но условия будут жестче. Пусть будет 50 человек, но их будет меньше, но лучше. Зато будут выполнены условия, зато мне будет какой-то прирост и какой-то пиар, возможно. Поймите меня, вот эти 160 долларов, я мог бы их вложить в раскрутку и в продвижение на другом канале. На каком-то более-менее таком развивающемся, у которого 30-40 тысяч, около даже моей тематики. Да даже не на один приролл я бы мог потратить эти деньги. Я просто хочу тоже отдать вам что-то, помимо того, что я уже отдаю в своих видео. И отдать это в хорошие руки самое главное. Три лицензии ушли в хорошие руки, но одна, я считаю, что несправедливо была мной присуждена, если это так можно сказать. Поэтому открываем заново список, проверяем, цифра 2 у нас под номером 1 получается, вместо номера 1. Те, кто выиграл вчера, естественно, в розыгрыше в сегодняшнем не участвуют, они свои лицензии получили, все нормально. Да, я сегодня не такой добрый, как вы мой голос всегда слышите. Если мне надо, я могу немножко быть и строгим. 139 у нас последняя цифра, она и будет. Ну что, нажимаем сгенерировать. Барабанная дробь, я надеюсь, с первого раза у нас получится попасть на адекватную страницу, и все у нас пройдет хорошо и гладко. Так, 70 на барабане, говоря словами Якубовича, так, фейсбук у нас, фейсбук. Андрей Бондарь. Заодно мы проверим, кто удаляет репосты после розыгрышей. Так, давайте сейчас на обычный фейсбук зайдем, посмотрим. С фейсбук у нас украинцы в основном. Ну, понятно, по каким причинам. Так, Андрей. Два репоста. Оба моих конкурса. А, нет, что-то еще есть. Опять какой-то конкурс. Фотоконкурс. Уникальные акции опять. Я не буду это делать. В этот раз все будет жестко и строго. Три конкурса подряд на странице или четыре, не надо мне такого. 119. Можете бомбить, можете все, что угодно делать. Я отдам лицензию только в хорошие руки. Все. Я сегодня в плохом настроении. Вот, Максим Николаевич. Я надеюсь, что эта страница реальная. Так, мой репост есть. Есть какие-то репосты, причем не конкурсные. В принципе, нормально все. Так. Светлана. Есть что-то личное здесь. Да, эта страница реальная. Видно, что человек что-то личного вкладывает, что он делится только тем, что действительно его цепляет. И нет большого обилия розыгрышей. Ну что ж, Максим Николаевич еще и путешественник. Я люблю путешествия. Сам хочу попутешествовать, но пока все никак не получается. Живет в Москве. Фотки реальные. Друзей нормально. Страница реальная. Максим Николаевич, поздравляю вас. Вы получаете лицензию Elementor. Я надеюсь, вы ее используете хорошо, по назначению. И она уйдет в хорошие руки. Я вот смотрю, вы айфончиками, наверное, занимаетесь. Сделайте классные страницы, красивые, чтобы ваши айфончики уходили, как горячие пирожки. Ну а всех, кто не получил, я хочу сказать, что не отчаивайтесь. Все нормально. Будет и на вашей улице праздник. Я отношусь к этому всегда спокойно. И говорю, что если не здесь, то в другом месте. Если, допустим, мне отказывает какой-то клиент, я говорю ему спасибо за освобожденное время. И я могу заниматься какими-то другими делами, например. Спасибо за адекватность всех, кто действительно адекватен. Всех, кто объективно участвует в конкурсе с реальных страниц, где не только розыгрыши. Точнее розыгрыш. Я постоянно называю конкурс. Почему-то хочется называть его так. Спасибо, что с реальных страниц тоже участвуете. Я не хочу обобщать, что прям все вот такие вот непосредственности и все. Я понимаю, что трое все-таки, большая часть у нас с первого раза получилась, что получили нормальные лицензии. И это были нормальные страницы. Все хорошо у нас получилось. Ну что, настроение мое немножко улучшилось. Несмотря на то, что я сегодня обеднею на 40 долларов. Ничего страшного. Это от души реально. И хочется отдавать действительно в хорошие руки. Хочется отдавать. Но тем, кто возмущается, ну, ребят, нам с вами просто не по пути. Потому что, простите, но вы посредственности. И хотите получить все на халяву за счет просто решения генератора случайных чисел. Я уже говорил про то, что я предупреждал и как я буду смотреть на страницы. Вот, пожалуйста, пример страниц, которые должны участвовать в розыгрыше. Все. Спасибо за внимание. Я надеюсь, вы меня поймете. Кто не поймет, ну и ладно, бог с вами. А те, кто понимает, те, кто со мной, спасибо, что поддерживаете меня. Спасибо, что со мной. Спасибо за ваши комментарии. Всего хорошего. Как мне тут говорили, желай не хорошего дня, а хорошей жизни. Не буду я вам желать хорошей жизни. Потому что буду желать хорошего дня, чтобы вы каждый день заходили на канал. Смотрели каждый день мои видео. И каждый день я вам желал хорошего дня. Вот тогда и жизнь вся будет тоже хорошей. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok